МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа Республика. В студии Родион Архипов. В Республику с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Накануне вечером он провел совещание с правоохранительными органами и встретился с главой Чувашия. Главная тема – исполнение майских указов Владимира Путина. Михаил Игнатьев доложил, что в Республике улучшается демографическая ситуация. В отличие от других поволжских регионов, в Чувашии зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности. Очереди в детские сады в Республике сокращаются. До конца этого года откроются еще 8 новых дошкольных учреждений. Своих мест дождутся все ребята старше трех лет. Поинтересовался Михаил Бабич и судьбой жителей поселка Тувси, которые лишились крыши над головой после взрыва дома. Все 18 семей размещены, новые квартиры, комфортные, с индивидуальным отоплением, с газовым котломом. Я пообщался, они со слезами уже радости на глазах передавали слова благодарности и руководству с равно, и вам лично. Вы потом пришли это подержать под контролем. Спасибо, что вы работали, работу сделали, работу сделали, те сроки, которые мы брали обязательства на себя. Поэтому это очень важно. Спасибо. Оценил полпред и застройку одного из микрорайонов города. На улице Богдана Хмельницкого введено в эксплуатацию 9 жилых домов. Ведется строительство еще 15. Благодаря этому проекту удается реализовывать и социальные программы. Квартиры здесь предоставляют детям-сиротам, многодетным семьям и тем, кто сейчас проживает в аварийных домах. В следующем году появится еще около 200 социальных квартир. Будущее этой территории Михаил Бабич увидел как на ладони. В ближайшее время здесь построят и детский сад. А что еще есть социальная инфраструктура? Школа. Школа. На полторы тысячи. Старого хранения. А, вот здесь, вот в этом доме будет... Офис врача общей практики. А полиции где ближайшие? А ближайшие, в этом микро-районе, вот этих четырех микро-район нет, он в этом пятом микро-районе. Это школьный стадион, да? Да. А какие-то еще спортивные объекты есть? Вот здесь вот, именно на этой стороне вот этого как раз проектируют. Во время визита в республику полномочный представитель проводил не только официальные встречи. Накануне Михаил Бабич и Михаил Игнатьев сменили деловые костюмы на спортивную форму. Они приняли участие в матче любительских хоккейных команд. Подробный сюжет об этой игре выйдет в эфире нашего канала в понедельник. Сегодня полномочный представитель президента страны в Привожском федеральном округе Михаил Бабич посетил Ядринский район республики. Сопровождал его и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Официальная делегация прибыла в Ядрин вертолетом и сразу же направилась на одно из предприятий по переработке молока. Завод был отстроен с нуля и сдан в эксплуатацию этим летом. Михаил Бабич побывал в современных цехах, познакомился с производством мощностью 200 тысяч тонн в сутки. К слову, таких предприятий не так много в республике. Хотелось бы и больше по стране. Об этом речь зашла уже на совещании, посвященном агропромышленному комплексу. Темпы, которые нас не во всем устраивают. Это модернизация сельского хозяйства, это и проблемы с закупкой техники, это и отсутствие длинных дешевых денег. Ну и, собственно, те естественные причины, которые раскладываются в сельском хозяйстве у нас. То потоп, то засуха. Да, и уже мы четвертый год в этой ситуации с вами живем. Понятно, что все это влияет и на объемы производства, и на качество продукции, и на экономику самих сельхозпредприятий. Участники встречи говорили о болевых точках АПК. Обсудили ситуацию на рынке молока. Говорили о необходимости повышения производительности труда. Коснулись мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. Формы госпомощи с годами ширятся, объемы растут. А в выигрыше оказываются сельхозпроизводители, внедряющие современные технологии и инновации. Почеркнул своим выступлением уже глава Чуваши Михаил Игнатьев. Но если взять молочное животноводство, уважаемые коллеги, друзья, основным источником дохода для всех форм сельхозпроизводителей прежде всего будет молочная продукция. Поэтому мы создавали на территории Республики равные условия для крупных сельхозорганизаций, для крестьянско-фермерских хозяйств и для личных подсобных хозяйств. То есть человеческие условия насилия созданы, программа комплексной и устойчивой развития сельских территорий у нас работает успешно. Поэтому наша задача по тем упущениям, которые есть там по снижениям по голове, по другим показателям, мы не должны падать. Уже более 27 тысяч жителей Республики создали личные кабинеты на едином портале госуслуг. Обращаться к электронному сервису пользователи стали чаще. Только в этом году поступило более 35 с половиной тысяч запросов. О развитии системы государственных и муниципальных услуг сегодня говорили участники совещания под председательством полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. Бумажная волокита уходит в прошлое. В электронный вид уже было переведено 69 государственных и муниципальных услуг. Часто жители Чувашии заходят на портал, чтобы оформить заграничный паспорт, получить водительское удостоверение, сведения из пенсионного фонда. В рейтинге популярных запросов, регистрации автомобилей, браков, проверка штрафов и задолженности по налогам. Уже через пять лет в электронный формат должно преобразиться более 70% услуг. Эту планку ставит федеральный центр. В ближайшее время необходимо наладить эффективное взаимодействие между ведомствами. График, который установлен в постановлении правительства федеральным законом в 2010-м республике, исполняется в части перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Но проблемы есть, я просто не хочу сейчас эти проблемы загружать, потому что они там требуют такой еще достаточно долгоплотливой работы. Не только в Чувашии, в целом, еще раз говорю, по реализации вот этой задачи. Именно переход на обеспечение государственной и муниципальной услуги в электронном виде по принципу одного окна и, соответственно, уход этих функций от чиновника. То есть исключить возможность соприкосновения гражданина с чиновником, чтобы убрать все вот эти субъективные моменты. И, соответственно, ускорить, упросить процедуру, сделать ее более комфортной для людей. И самое главное, чтобы это была услуга, которая была доступна каждому гражданину, кто пожелал ее получить. Но чаще за помощью жители Чувашии обращаются в многофункциональные центры. На их базе предоставляют более 140 услуг. Сеть постепенно расширяется. До конца этого года в республике будет создано более ста универсальных окон. В бюджете республики на эти цели заложено 6 миллионов рублей. Сейчас вы на пике находитесь в промышленной способности. А какова реально потребность у вас? Мы проводим постоянный опрос. Потребность большая. То есть не все услуги мы еще оказываем. А сколько мы не оказываем? 140 оказываем, а сколько еще остается за рамками? Ну, есть не только потребность государственных услуг и в сопутствующих. Поэтому, например, федеральные услуги, вроде бы не государственные услуги, но потребность у граждан есть, чтобы зарегистрировать собственность. Вот ПТИ мы разве не принесли? Федеральные потери присутствуют. Да. Но это не относится к разряду государственных услуг. Свою эффективность сеть МФЦ уже показала. Услугами, которые предоставляют здесь, удовлетворены более 80% жителей республики. Но главное, что сократилось время обслуживания клиентов. Раньше в очередях приходилось стоять 40 минут, теперь 15. Полпред отметил, что этот показатель один из лучших в округе. Андрей Ковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня же Михаил Бабич и Михаил Игнатьев побывали на заводе «Промтрактор». Кроме того, полпред президента России ФПФО принял участие в церемонии награждения специалистов программы «Золотые кадры». Говорят, что браки заключаются на небесах, поэтому долгое время в России разводиться можно было только с разрешения церкви. И делала она это строго в рамках Библии. С приходом советской власти разводиться стали через суд. Процедура стала проще. Это повлияло на число браков и разводов. Сейчас же никакой проблемы для развода не существует. Может быть, поэтому статистика настолько печальна. Россия по числу разводов на тысячу человек находится на первом месте среди других стран. Как обстоят дела в нашей республике, узнавали мои коллеги. Многие юноши и девушки запоминают день своей свадьбы на всю жизнь. Этот день дарит много радости жениху с невестой, их родственникам, друзьям. Еще бы, ведь день свадьбы – это день рождения новой семьи. Но, к сожалению, как показывает статистика, многие союзы оказываются некрепкими и вскоре распадаются. За последние 9 месяцев в республике зарегистрировано около 7,5 тысяч браков. Это на 263 больше, чем в прошлом году. Но также увеличилось и число разводов. По итогам 9 месяцев мы констатируем, что число разводов, к сожалению, немножко увеличилось. Это порядка 3 тысяч, чуть с небольшим, 3 тысяч разводов зарегистрировано в этом году. Среди субъектов Приворского федерального округа – Татарстан, Удмуртия и Чувашия – показывают наилучшие результаты. Вот есть официальные статические данные по Росстату за 2012 год. Там Чувашия занимает третье место, то есть на тысячу браков где-то 479 ими распадается. А в целом по Приворскому федеральному округу это где-то 500 с небольшим на тысячу браков распадается. По закону брак расторгается как по решению суда, так и по обоюдному согласию. Если у супругов нет несовершеннолетних детей, они пишут заявление о расторжении брака в ЗАГСе, и им дается месяц на обдумывание. Статистика показывает, 10-15% из них после беседы с работниками органов ЗАГСа передумывают разводиться. Также работники ЗАГСа воспитывают молодых положительным примером. Приглашают на торжество супругов, которые прожили вместе не один десяток лет. Дворец бракосочетания становится еще и местом встречи женихов и невест разных поколений. С супругом Тувалевым, например, такое слово как развод непонятно. Они недавно отметили золотую свадьбу. С 50-летием совместной жизни их поздравили в ЗАГСе. Николай Филиппович и Валентина Степановна вошли в золотой фонд юбиляров Чувашии. Вот она, награда за любовь. В их дружной семье двое детей, четыре внука и совсем недавно родилась правнучка. Познакомились Николай Филиппович и Валентина Степановна в Тульской области. По комсомольской путевке она приехала туда из Горьковской области, а он из Чувашии. Понравилось, сидит девчонка там. Они же сидят обычно после работы там возле общежития. Понравилось. Такая косами. Тут эти завитушки такие. Через месяц знакомства Николай Филиппович уже предложил барышне руку и сердце. Так супруги Тувалевы живут душа в душу уже 50 лет. Самые счастливые, конечно, когда нам комнатку дали. У нас уже сын был маленький в бараке. А потом уже выросли, уже квартиру получили. Вот самое такое хорошее время. А сейчас уже они работают все. Внучки тоже работают. И так и держали друг за дружку. Некуда было. И жаловаться некуда было. У нас с детства я в детдоме выросла, у меня родителей нет. Муж тоже у него нет. Не было родителей. Так что друг за дружку некуда нам было бежать. Как говорится, друг за дружку. Она по вечерам вяжет коврики, а он разгадывает кроссворды и слушает песни молодости. Их часто навещают дети, внуки. И скучать совсем не приходится. 12 октября каждого года вся семья также собирается за одним столом. Именно в этот день поженились Николай Филиппович и Валентина Степановна. У нас папа спортивный был. Мы на велосипедах катались, и на лыжах, на коньках, и в бассейн ходили. Много путешествовали. Мы ездили и на море в Крым, и в Белоруссию. Очень много ездили, путешествовали. В общем-то, хорошее детство было. Секрет семейного счастья супругов Тувалевых прост. Любовь, понимание и уважение друг к другу. Возможно, именно этого так не хватает молодому поколению, которое продолжает пополнять ряды разведенных. Сотрудники ЗАГСа надеются, что положительный пример таких семей станет заразительным для остальных. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Александр Петров, Республика. По прогнозам метеорологов, в ночь на 19 октября в Чувашии ожидается усиление южного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Из-за непогоды возможны обрывы проводов, падения высотной строительной техники. МЧС рекомендует жителям республики при сильном ветре держаться в стороне от опор линий электропередач, деревьев и слабо укрепленных и ветхих конструкций. Не парковать вблизи них свои автомобили. Не хуже, чем в Европе, в окрестностях поселка Сурок, в республике Мариэл, состоялось торжественное открытие реконструированного участка трассы Ишкарала-Зеленодольск. Шесть с лишним километров трассы практически построено заново с использованием передовых технологий и отвечают всем современным требованиям. Сюжет об этом событии смотрите далее. А я прощаюсь с вами, желаю всего доброго и хорошего настроения. С традиционными танцами народа Мари и вручением грамот лучшим работникам и руководителям организаций подрядчиков. Так открывали участок дороги Ишкарала-Зеленодольск длиной в 6 километров 200 метров, строительство которого досрочно завершилось в эти октябрьские дни. Почти 100 тысяч кубометров песчаного грунта, 46,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси и передовые технологии, как гарантия того, что это четырехполосное шоссе прослужит долго, несмотря на суровый климат региона и высокую нагрузку на полотно. Строительство финансировалось из федерального бюджета. Сама дорога, изъятие земельных участков, подготовка территории, инфраструктурные объекты и два моста через Малый Кундыш обошлись в 728 миллионов рублей. Дорожники поясняют, высокие темпы строительства были бы невозможны без всесторонней поддержки проекта. Было много вопросов по согласованию, в том числе по переустройству участков газопровода, проходящего вдоль трассы, и все они решались максимально оперативно. На эту дорогу в республике возлагают особые надежды. В перспективе она должна стать частью транснациональной трассы «Шелковый путь», проходящей от Пекина до Санкт-Петербурга. Большое будущее у этой магистрали, потому что сейчас же, как вы знаете, идет разговор о «Шелковом пути», то есть соединении с севера и юга, не только страны, а стран Дальнего, Ближнего Востока. То, что сегодня открытие этой дороги – это настолько важное событие для республики. Мы наконец-то воочию теперь знаем, что такое дорога первой категории, которая отвечает всем не только требованиям стандартов страны нашей, но и международным требованиям. Реконструкция трассы будет продолжена по планам в следующем году. Впереди у дорожников строительство объездной вокруг поселка Силикатный. В перспективе эта дорога станет четырехполосной на всем своем протяжении – от Йошкар-Олы до магистрали М7 «Волга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова